Риторический фактор Слушание становится невозможным, если устная речь сильно отличается от мыслительной деятельности слушателя Говорить нужно так, чтобы тебя понимали И темпоритм здесь весьма и весьма важная вещь Обычно люди говорят со скоростью 125 слов в минуту Хотя мы можем воспринимать на слух речь со скоростью до 400 слов в минуту Конечно, это зависит от разных индивидуальных особенностей Например, южане традиционно говорят быстрее, северяне говорят медленнее Но средняя скорость 125 слов в минуту Конечно, люди с определенными отклонениями, например, слабовидящие люди Они могут развить в себе способность различать речь и количество слов в минуту, который больше 400 Если вы переведете свой компьютер в специальный режим для слабовидящих людей То все команды там будут произноситься очень и очень быстро Слабовидящие на слух воспринимают быструю речь Но поскольку слушание это активный процесс, процесс внутренний То частый ритм в проповеди может привести к тому, что большинство из сказанного вами не будет услышано Допустимый темпоритм в проповеди 120-150 слов в минуту Причем не каждое мгновение нужно заполнять словом Темпоритм не должен быть однородным То, что исключительно важно, нужно говорить медленнее То, что менее важно, можно проговорить быстрее У проповеди, как я уже сказал, темпоритм должен быть различным, неоднородным Монотонность погубит даже самую замечательную проповедь У Сперджина есть чудесная метафора о монотонности Лишь за кафедрой тихо жужжит проповедник Жужжание, монотонное произнесение, губительно для проповеди Как я уже сказал, то, что исключительно важно, следует говорить медленней То, что менее важно, можно проговорить быстрее Чем больше помещение, тем более четко и разборчиво следует говорить Если проповедь звучит на стадионе, надо принимать во внимание эхо Из-за наложения фраз одну на другую, внимание людей рассеивается Поэтому, проповедуя на стадионе, вы должны подавать истину отдельными порциями Отделяя фразу от фразы Кстати, здесь же уместно поговорить и о паузах Потому что паузы — это тоже речь Как на уроках музыки маленьких детей учат Паузы — это тоже музыка Благодаря паузам мы, собственно, отделяем одно слово от другого Фразу от фразы и так далее Однако, важно не путать фразы с нерешительностью С незнанием того, что сказать дальше Впрочем, и в таких случаях лучше помолчать Не заполнять молчание мычанием, эканьем или аканьем Цицерон указывает на три рода пауз Малая, средняя и большая Малая ставится после фразы Средняя после колонна Ну, колонна — это точка с запятой Наш аналог предложения Большая после законченной мысли Или, как бы мы сказали, абзаца Пауза нужна для того, чтобы в процессе произнесения проповеди Слушающий воспринимал речь, вникал в ее содержание Благодаря членению речи при помощи пауз Возникает возможность передачи сообщения Оратор использует паузы для ясности Столь необходимой для достижения поставленной цели Что же можно сказать о громкости? В речи должна чередоваться громкость и тихое, но достаточно слышное произношение Конечно, следует учитывать размер помещения и наличие озвучивающей аппаратуры Громкость речи, чрезмерная для ваших акустических условий, уменьшает ясность Если в маленьком помещении вы орете, внимание слушателя отключается Кстати, речь чрезмерно тихая тоже уменьшает ясность Но если чрезмерная громкая речь ослабляет внимание То чрезмерная тихая речь усиливает внимание, правда, на непродолжительное время Потом слушатель все равно отключится, он устанет прислушиваться к вам Не экономьте, пожалуйста, на аппаратуре для озвучивания Громкость, конечно, не залог успеха Порой проповедник пытается громкостью наверстать недостатки содержания Помните кавказскую поговорку Только мелкие речи шумливы Не орите Говорите нормальным голосом Какие-то кульминационные, эмоциональные моменты, конечно, можно выделить тем, что повысишь громкость Но вообще-то орать это не выход для проповедника Это не самый лучший способ убедить кого-то Искусно пользуйтесь филировкой звука Когда вы произносите речь Что такое филировка? Это искусное использование различных, так называемых, динамических оттенков Вы можете начать речь тихо И при помощи крещенда, постепенного усиления звука, достичь кульминации Существует такое предание Которое довольно свежо И верится в него не с трудом А довольно легко верится О том, что Федор Иванович Шаляпин Как-то соревновался с другим популярным певцом, басом того времени К сожалению, история не сохранила фамилии этого певца Ну, вернее, в качестве этого оппонента Шаляпина называют разные фамилии Поэтому мы не будем уточнять, кто же именно это был Но так или иначе, они поспорили Вот этот певец сказал Шаляпину А ведь я тебя, Федя, перепою Нет, не перепоешь, сказал Шаляпин А надо вам сказать, что вообще-то Шаляпин обладал весьма скромными голосовыми данными Почему? Его в детстве даже не приняли в хор в свое время Не солистом, а в хор не приняли Шаляпин брал не громкостью звучание Шаляпин брал мастерством филировки звука И вот они начали соревнования И певец на мощном форте и фортиссимо провел свою арию Так что дрожали стекла и люстры И зрители, конечно, были вжаты в кресло И ошеломленный зритель устроил овацию этому певцу Перепеть его было невозможно Что сделал Шаляпин? Шаляпин вышел и ту же арию Начал с тончайшего пианиссимо Очень-очень тихо Тихо и проникновенно И вот благодаря своему мастерству филировки звука Когда на контрасте с тишайшим пианиссимо Он сделал мощное крещендо Мощное усиление звука Оно звучало по контрасту И воспринималось гораздо громче Чем выступление предыдущего певца Когда Шаляпин закончил петь Зал сидел в молчании около минуты И только потом взорвался аплодисментами Шаляпин победил в этом состязании Я думаю, братья мои, что и вы обязаны Просто обязаны мастерски владеть искусством филировки звука Вы можете обладать скромными голосовыми данными Но если вы умело варьируете громкость То у вас все получится Диапазон Диапазон для проповедника вполне приемлем Если у вас одна, максимум полторы октавы Проповедник это не певец Ему не нужно обладать солидным диапазоном Не нужно хвастаться тем, что у вас диапазон в 3 или 4 октавы Это не нужно для проповеди Даже вредно, если вы используете в своей проповеди Звуки разной высоты И они разбросаны больше, чем на полторы октавы Это может стать источником комичного эффекта Например, известный всем вам современный оратор Чудеснейший писатель, драматург Эдвард Родзинский Скорее вызывает улыбку Когда от очень высокого голоса переходит к низкому У него очень широкий ораторский диапазон Конечно, он компенсирует все это содержанием Глубочайшим содержанием Слушать его всегда будет интересно И у него всегда будут слушатели Но лучше, чтобы комического эффекта не возникало Поэтому диапазон не делайте слишком широким Конечно, диапазоном при помощи разницы в высоте звука Мы делаем возможным интонационные нюансы Скольжение голоса, его модуляция, смена высоты В пределах одной звуковой единицы Собственно, и составляет то, что мы называем интонацией Интонационные скольжения в пределах одного слога Бывают едиными и двойными Единое скольжение может быть как вверх, так и вниз Двойное вверх, затем вниз Даже такое короткое слово, как да, мы можем сказать В вопросительной интонации Да, как бы повысив Можем в утвердительной интонации Да, как бы понизив звук Можно двойной скачок Да, то есть сделать некое такое выражение Или да, сделав такую волну От этого зависит очень часто смысл фразы Недаром Станиславский говорил, что одну и ту же фразу Иди сюда, можно сказать не менее чем 30 способами За счет интонационного различия Интонационного варьирования За счет звуковысотного варьирования Проповедник должен этим умело пользоваться Жестикуляция Общепринятое мнение, что жестикуляция усиливает эффективность проповеди Примерно на 50% К сожалению, многие проповедники сегодня путают смирение с неподвижностью Поэтому Виктор Гамм сделал меткое сравнение Он сравнил проповедников с пингвинами Неподвижно стоящими за кафедрой Ну, еще особенно те проповедники, которые носят белые рубашки без галстуков Особенно похожи на пингвинов почему-то Однако в жестикуляции проповедник должен быть естественен Он должен использовать жесты, которые усиливают его речь Которые ни в коем случае не противоречат его словам Если речь идет о расширении Царства Божьего Недопустимо делать какие-то подобные жесты Я помню, когда я как-то проповедовал И я говорил о том, что Христос любит всех людей И приглашает их к себе Мне показалось естественным сделать приглашающий жест примерно такой После проповеди ко мне подошел сурдопереводчик и сделал замечание Сурдопереводчики, они мастера, конечно, в толковании разного рода жестов И он сказал, что на самом деле, если ты приглашаешь кого-то, то жест лучше делать открывающий А не закрывающий То есть, во всяком случае, слабослышащими людьми Твое приглашение толкуется как закрывание дверей А не как открывание Я сразу вспомнил товарища Огурцова из «Карнавальной ночи» Который говорил о том, что нам нужно расширить этот квартет При этом сделал жест даже несколько удушающий Поэтому тщательно анализируйте свои жесты Пользуйтесь советами сурдопереводчиков Жесты не должны отвлекать от того, что вы хотите сказать Сходство с ветряной мельницей, конечно же, проповеднику ни к чему Следует избавляться от жестов, которые выдают проявление нервозности Я сам от этого очень сильно страдаю, братья мои Если что-то ко мне попало в руки во время лекции То можно ожидать, что это что-то будет очень скоро сломано Самые внимательные из вас уже заметили Что за время лекции я сломал уже три скрепки канцелярских Постарайтесь сделать так, чтобы ваши жесты не отвлекали от говорения Я знавал много проповедников Через меня прошло немало студентов гомелитических классов Что только они не делают Один проповедник постоянно что-то доставал из кармана Клал на кафедру, потом опять засовывал в карман Другой проповедник даже постоянно расстегивал молнию у себя на брюках И застегивал ее Но за кафедрой этого жеста не видно А мне, я обычно сижу сбоку немного, чтобы контролировать все Мне, конечно, это было заметно Постарайтесь, чтобы вы не теребили что-то в руках во время проповеди Ну, в лекции это еще куда ни шло А во время проповеди я иногда вынужден просто держаться за кафедру Чтобы ничего не сломать руками Да, конечно, бывают и другие жесты Например, я почесываю нос Я знаю, что некоторые поглаживают бороду Кто-то постоянно снимает и надевает вновь очки Конечно, это может быть таким милым фирменным знаком проповедника Но все зависит, конечно, от вашего личного обаяния Чьи-то жесты постоянные не отвлекают А наоборот, придают какой-то шарм Чьи-то жесты буквально раздражают слушателей Пользуйтесь обратной связью И если кто-то жалуется на ваши жесты Старайтесь от них избавляться Мимика Проповеднику крайне необходимо следить за выражением лица Проповедник не должен быть серьезным настолько Чтобы его лицо выглядело злобным Смотрите людям в глаза Можете мысленно, так сказать, всю свою аудиторию поделить на 4 сектора Ну, просто мысленно нарисовав такой равносторонний крест И последовательно обводите взглядом все 4 сектора вашей аудитории Таким образом, у каждого из слушателей возникнет ощущение Что вы разговариваете лично с ним Выбирайте отдельных слушателей Заглядывайте в глаза время от времени Это очень и очень полезно На самом деле, что касается вашей мимики Постарайтесь за ней следить Ваши супруги могут стать хорошим тренером в этом смысле Моя супруга лично мне все время напоминает О том, что мое лицо склонно принимать Как она выражается, некое дебильное выражение Поэтому нам не советуют за выражением лица следить Да я и сам это знаю Кстати, если вы хотите быть хорошим проповедником Следите за растительностью на вашем лице Помните, что не всегда вы можете пригласить сурдопереводчика А люди слабослышащие могут, тем не менее, воспринимать вашу проповедь Читая ее по губам Поэтому нежелательно иметь очень пышные усы и бороду Которые закроют ваши губы Пусть ваша растительность будет не столь пышна Постарайтесь сделать максимально доступным восприятие вашей информации В том числе и по губам Для работы над мимикой Я вам порекомендую, братья, несколько такое мазохистское занятие Это просмотр видеозаписей ваших выступлений Конечно, когда вы впервые видите себя со стороны Первое ваше чувство будет шок Лично я до сих пор от него отделаться не могу Когда я вижу свою запись Мысль, которая настойчиво крутится у меня в голове Примерно такая Кто его выпустил? Кто вообще сказал ему, что он имеет право проповедовать? Конечно, это жуткое ощущение Я не знаю, чем оно продиктовано Но почему-то в зеркале мы себя воспринимаем совершенно иначе Нежели в записи И голос не такой Изнутри, из головы мы слышим голос совсем по-другому И жесты не те И мимика какая-то совершенно идиотская Поэтому, конечно, вот это тем не менее Хороший способ отточить свое мастерство Просматривайте себя в записи Это полезно Речевые эмоции Мне очень нравится эта картинка Мой девиз всегда улыбаться Следите за речевыми эмоциями Речевая эмоция Это эмоция, наводимая на аудиторию вашей речи Логически организованные риторические части речи Повествование, описание, доказательства, опровержение и так далее Сами по себе не являются средствами наведения эмоций на аудиторию Напротив, ваша интонация, ваши эмоции Она способна аудиторию заразить тем или иным эмоциональным настроем Проповедник должен быть искренним в своих эмоциях Недопустимы в проповеди наигранность и искусственность Актерствование, дешевое актерствование и провозглашение истины Несовместимы Нет ничего более мерзкого, чем неискренние слезы и деланное веселье Проповедник обязан быть непритворным Я помню, как я слушал проповедь одного харизматического проповедника Началась она довольно странно Ну, там много странностей было Началась она с изгнания духа болезни горла Проповедник предложил всем слушателям Возложить руки на горло своему соседу Выглядело со стороны это жутковато К моему горлу тоже потянулись чьи-то руки Но, видимо, я очень сурово посмотрел на соседа И он не решился возложить руки мне на горло Потом проповедник начал орать на духа болезни горла Кончилось это тем, что он сорвал голос Видимо, все духи вошли в него В этот момент Ну, да ладно Дальше он начал актерствовать Видимо, подражая какому-то известному проповеднику Он ходил по сцене Пафосно воздевал руки к небу Очи держал долу Пытался плакать в микрофон Выходило это крайне неискренне Ощущение было совершенно неприятное Кончилось это дело тем Что он стал пытаться плакать в молитве Он начал как-то обращаться к Богу Выглядело это примерно так О, Господь! Причем мне не нужно играть даже Потому что это примерно так и выглядело На игру О, Господь! Как же мы мало любим тебя! Что же мы такое делаем, когда пытаемся говорить о любви к тебе А сами не любим тебя? В этот момент он подходил к клавишнику, который стоял на сцене О, Господь! Мы должны любить тебя! Прости нам нашу нелюбовь! Подыграй мне! Господь! Мы не любим тебя! И вот более мерзкого зрелища Трудно себе представить Эмоции должны быть искренними Не наигрывайте! Я вас умоляю! Кроме того, эмоции должны соответствовать содержанию речи Фразу «бодрствуйте и молитесь» нельзя произносить таким же тоном, каким вы желаете спокойной ночи своим детям Искусный проповедник умело варьирует эмоциональные краски своей речи Его проповедь слушать интересно Кто заколдовал моих братьев? Большинство проповедников, знакомых мне, в жизни, в быту разговаривают нормально Их речь вполне естественна, что ли Но когда они выходят за кафедру Я называю их нашими баптистскими сказочниками Они вдруг превращаются в сказочников Они начинают вещать Конечно, когда вы говорите публично Пафосность вашей речи увеличивается Конечно, тут нельзя обойтись без каких-то высокопарных выражений И даже высокопарных интонаций Но уж зачем так перебарщивать Когда вдруг проповедник становится елейным И начинает как бы рассказывать сказку «Братья и сестры, и вот Господь говорит нам в слове своем» К чему это? Когда вы сидите за столом и общаетесь, вы же не говорите «О брат возлюбленный, передай же мне соль Ибо должен посолить я суп свой Как же есть мне его несоленым» И так далее Понятно, иногда это нужно для усиления драматического эффекта Но обычно мы так не говорим «Передай же чай мне, что ж он не горяч» И так далее Мы не говорим так, мы не общаемся Почему же за кафедрой вы позволяете себе подобного рода странности? Пожалуйста, будьте естественными Пусть ваши эмоции соответствуют содержанию Несколько заключительных советов Держите внимание вашей аудитории Для этого нужно импровизировать Уметь подстроиться под ту или иную ситуацию Ну, например, в помещение вошли опоздавшие Или заплакал ребенок Конечно, в церквах я предпочитаю воспитывать свою аудиторию Например, в нашей церкви я стараюсь говорить о том Что недопустимо, чтобы по залу разгуливали дети Или родители с маленькими детьми Женщины, у которых грудные младенцы Должны отдавать себе отчет Что их потребность в слушании Слова Божьего Не означает то, что они должны этой возможности лишить других Поэтому церкви, конечно, должны быть оборудованы Комнатами специальными для матерей с грудными детьми Даже если такой возможности нет То молодые родители должны понимать Что ребенок не должен мешать проповеди Моя жена, мы воспитываем троих детей Мы прекрасно понимали, что как только у нас рождается новый ребенок Значит, некоторое время жена будет лишена возможности полноценного слушания проповеди Потому что надо будет выходить с ребенком в коридор И делать все, чтобы он не мешал Но иногда, ну, бывает так Дисциплина в наших церквах хромает Люди опаздывают, входят, дети плачут Ничего с этим не сделаешь Поэтому нужно знать, как из этих ситуаций выйти достойным образом Говорят, что греческий философ Диоген Однажды пришел к некоему учителю риторики И стал в заднем ряду размахивать соленой рыбой Значит, все ученики оборачивались И в конце концов оратор сделал ему замечание Что же ты делаешь? Зачем ты срываешь лекцию мою? Он говорит, чего же стоит тогда лекция Если одна соленая рыбка опрокинула все твои рассуждения? Держать внимание аудитории необходимо Конечно, с подобного рода хулиганами нужно как-то справляться Иногда достаточно просто остановить свою речь И устремить на возмутителя спокойствия Долгий, полный недоумения, любящего недоумения взгляд Обычно человеку станет неловко И он сам поймет, что он причина того, что проповедь остановилась Иногда могут войти пьяные люди Конечно, хорошо иметь какую-то охрану в церкви Из братьев, которые не пропустят пьяного человека Ближе передней скамейки Но, тем не менее, вам нужно продумать Как реагировать в той или иной ситуации Найдите какое-то свое решение У каждого проповедника есть свои какие-то секреты Как он будет повышать внимание аудитории Один проповедник вышел за кафедру с мешком Поставил его в начале проповеди на кафедру Начал проповедь и все внимательно слушали Что же будет с этим мешком Но проповедник проповедь закончил Помолился, взял мешок и ушел с кафедры Но таким образом держал внимание Правда, не знаю, о чем думали слушатели О проповеди или о мешке Подобные, конечно, приемчики Могут помочь вам Например, Франклин Рузвельт Когда чувствовал, что внимание аудитории ослабевает Мог добавить какую-нибудь странную фразу А еще господа Говорил он Вчера я убил свою бабушку Слушатели кивали Правильное решение, господин президент Потом он, конечно, обращал их внимание На то, что они не слушают Слушатели смеялись И продолжали слушать его Не читайте Вернее, читайте искусно Мы уже говорили Пусть ваш глаз Взглянет на текст Прочитает коротенький абзац И снова устремится на аудиторию Будьте чуткими к ситуации Конечно, всего не предугадаешь Войдут какие-нибудь свидетели Иеговы Или, не дай бог, сатанисты Или фашисты какие-нибудь Или другие люди Желающие сорвать ваше собрание Конечно, здесь нужно Всегда полагаться на Духа Святого Всегда взывать к Богу о помощи Нужно знать, как выйти Из той или иной ситуации Не стоит сильно волноваться Дух Святой поможет вам Выкрутиться из ситуации достойно Будьте осторожны с импровизацией Братья мои Никакая импровизация Не способна заменить Тщательно подготовленные речи Лучшая импровизация Как говорят, это подготовленная импровизация Импровизируйте меньше Уменьшайте процент импровизации В ваших проповедях Иногда во время проповеди Вам может в голову прийти Какая-нибудь необычная новая мысль До которой вы не додумались В процессе подготовки Всегда есть искушение Эту мысль тут же высказать Не знаю, как вы, братья Но я всегда жалел Если высказывал эту мысль Ни разу у меня не было такого Чтобы вот А, Дух Святой проговорил И ты должен тут же это что-то сказать Мне кажется, Дух Святой Подобными дурацкими сюрпризами Не увлекается Он есть бог не неустройства, но мира Он бог порядка Все нужные мысли Он вам скажет в процессе подготовки проповеди Зачем вот эти вот дурацкие сюрпризы Непонятно совершенно Я всегда жалел О высказанных сгоряча фразах Не отшлифованных Не продуманных Потом будешь сидеть и корить себя Ну что же я вот Надо было так сказать Зачем я вот это вот Повелся Так сказать На эту мысль Меньше импровизируйте Конечно, без импровизации Совсем не обойтись Но старайтесь импровизировать меньше И, конечно, главный совет Здесь Уповайте на бога Он поможет вам Выйти из самых-самых Неприятных и сложных ситуаций Предугадать которые К сожалению, невозможно Бог поможет выйти вам С честью Из подобных ситуаций Мы продолжим говорить О риторическом факторе Поговорим еще О некоторых Значимых Моментах Но В следующей лекции Давайте продолжим Субтитры подогнал «Симон»